Ты приезжаешь на площадку, вроде как понимаешь, что чем мне заняться, я приехал, и ребята еще главных героев нет, что делать? Все верно, все правильно, есть фуршет. Есть фуршет на чате, ты можешь пройти, угоститься уже винограденькой, можешь угоститься уже шампанское, водичка, сок. Это очень удобно. Но это даже какое-то, с одной стороны, беспокойство, забота о тех приглашенных. Есть момент, когда еще гостей активно что-то нельзя задействовать. То есть они приезжают, они себя должны комфортно почувствовать и расслабиться. А тут появляется ведущий, и «Эй, ребята, давайте, ну и что?» А теперь конкурс. Это не очень классно. Поэтому, наверное, еще на фуршете есть такие классные штуки, как дополнительная занятость гостей. Например, потрясающее. Интервью, да. То есть можно записать интервью с гостями. Причем очень классная штука, когда записываешь интервью, она тут же монтируется на праздники, и потом через часа, наверное, три запускается этот ролик, и гости уже смотрят себя на своем мероприятии, уже начиная от начала на фуршете на том же. Ведущий походил, взял интервью, ребята поздравили на камеру. Соответственно, через часа три, наверное, они уже могут себя посмотреть на экране, на проекторе, на плазме, где угодно. Абсолютно запускается. Гости очень любят такие штуки, посмотреть себя со стороны. Либо действующая фотозона. Тоже занимает гостей рядом с фуршетом. Атрибутика, аксессуары. Аксессуары какие-то. Очень круто, что туда. И фотографа дополнительно.